Здравствуйте! Вы смотрите предновогодний декабрьский выпуск передачи «Главная тема». В студии глава Одинцовского муниципального района Андрей Иванов. Главная тема – программа, в которой ни один вопрос не остается без ответа. Андрей Робертович, здравствуйте! Добрый вечер, Петр, добрый вечер, уважаемые телезрители, все те, кто нашел время в этой предпраздничной суете посмотреть наш прямой эфир. Последний в этом 2016 году. Ну что ж, уважаемые телезрители, я напомню, что мы сейчас работаем в прямом эфире. Номер колл-центра, куда поступают ваши телефонные звонки 8 499 649 62 39, вы можете видеть его на экране своих телевизоров. На линии находятся операторы, которые примут и обработают все ваши обращения. И даже если их не выведут в студию, не огорчайтесь, вся информация будет непременно зафиксирована и передана в администрацию района для принятия конкретных мер. Так что звоните, задавайте свои вопросы и сообщайте о проблемах. Андрей Робертович, ну и предлагаю наш сегодняшний эфир начать уже по традиции с краткого видеоролика, видеоотчета о исполнении тех поручений, которые были даны вами по итогам наших предыдущих эфиров. Мы свели в него наиболее важные, на наш взгляд, моменты и предлагаю посмотреть и откомментировать их. Во время ноябрьского эфира программы «Главная тема» прозвучала просьба обновить существующую районную доску почета. До этого она простояла более двух лет, без каких бы то ни было изменений. Совет депутатов по инициативе главы района и телезрителей поддержал предложение. Выцветшие фотографии были демонтированы, идет подготовка к монтажу обновленной галереи, которую предстоит защитить от осадков и солнечных лучей стеклом или пластиком. 9 декабря был открыт въезд на северный обход города Одинцова с Подушкинского шоссе. Событие для города имеет огромное значение. Примыкание обеспечивает беспрепятственный выезд автомобилей на платную трассу в сторону Москвы. Таким образом, значительно разгружает центр Одинцова. Сегодня водители вновь привыкают пользоваться удобным объездным маршрутом. На личном приеме у главы района побывали сразу две многодетные семьи – Былич и Козловы. У первых на изждевении к тому же находится еще и малолетний тяжелобольной ребенок. Они обитали в аварийном жилье и обратились в администрацию с просьбой помочь улучшить свои жилищные условия. Справить новоселье им удалось уже до Нового года, получив просторные квартиры в новостройке в самом центре Голицына. Итак, Андрей Робертович, такие разные поручения от доски почета до Новоселья, семей переселений из ветхого аварийного жилья. Как вы можете прокомментировать, насколько вы удовлетворены качеством, скоростью исполнения своих поручений? Да, ну вы знаете, многое уже мы посмотрели в самих видеороликах. Мне остается добавить, скорее всего, слова благодарности тому жителю, который позвонил в прямой эфир по поводу доски почета. Действительно, это место на центральной площади является знаковым. Рядом находится ЗАГС. И очень много молодых людей после церемонии фотографируются именно рядом с доской, рядом с зданием администрации. И, конечно, в том состоянии, в котором она находилась, она не должна была быть. Ее нужно было раньше гораздо реконструировать, что, собственно, и произошло после нашего прямого эфира. Действительно, мы выносили вопрос на Совет депутатов. Были определены 15 человек, которые достойны находиться на этой доске почета, причем совершенно разных профессий, и полицейский, и школьный учитель, и представители культуры, спорта, науки. Я думаю, что мы уже в конце января сделаем новую доску почетов в современном стиле, с антивандальными какими-то решениями. И там появятся качественные новые фотографии тех людей, которых утвердил Совет депутатов. Теми людьми, которыми мы гордимся и недостойны там быть. 15 человек – это меньше, чем было на прежней доске. То есть порог вхождения в название лучших, он повышен, я так понимаю. Да, мы добавили требований к людям, которые достойны для того, чтобы ими гордился район, и для того, чтобы мы их, соответственно, показывали на доске почета. Сам алгоритм, как это происходит и по каким требованиям мы отбираем, тоже будет известен. Мы расскажем об этом либо в средствах массовой информации, либо на одном из совещаний. Запубличим, так скажем, эту информацию, чтобы не было, не дай бог, у кого-то сомнений, что эти люди достойны действительно находиться в этом месте, на центральной площади города и на доске почета. Что касается съезда с Подушкинского шоссе в сторону Москвы на Северный объезд, то закрывали съезд не по нашей воле. Мы все помним, что съезд не попал в проект, и главная дорога потом перекрыла движение в этом направлении, что, собственно, вызвало обоснованное возмущение наших жителей, и они не смогли пользоваться Подушкинским шоссе качественно, особенно те, которые движутся на работу в Москву каждое утро, что создало определенные проблемы, пробки и так далее. Многие звонили, негативили, в том числе на прямой эфир. Вот, Андрей Ирович, вы дали обещание, съезда нет. Хочу объяснить, что это было связано с тем, что мы проходили согласование, создали новый проект по съезду, потому что это все-таки транспортное сооружение, здесь очень важно было сделать его качественно, чтобы не было никаких последствий, аварий и так далее. Поэтому прошли все согласования, в том числе с ГИБДД, и приступили к реализации. Открыли съезд, теперь могут пользоваться наши жители. Это добавило простоты, так скажем, в попадание на северный объезд, сократило наши пробки. Считаю, что очень вовремя, перед практически новогодними праздниками, все-таки мы эту работу выполнили, и теперь нашим автомобильным любителям придется привыкать пользоваться этим съездом. Но хочу попросить все-таки быть бдительными, потому что идет скоростное движение, и многие, кто выскакивают по основной хорде, по основной магистрали, они зачастую не обращают внимания на вот это примыкание. Поэтому очень внимательно, обязательно смотреть налево, чтобы не было, не дай бог, никаких историй и дорожно-транспортных происшествий. Что касается личного приема, действительно, две семьи были на личном приеме. По семь человек в каждой семье. В Бутыне семья Козловых жила в финском домике, так называемом, который уже был признан аварийным, прошли все экспертизы, поэтому они имели право на внеочередное переселение. И семья Былыч, у них действительно ребенок-инвалид, тяжелым заболеванием, тоже семь человек в маленькой квартире, порядка 36 метров на семь человек, и в условиях, и по влажности, и по другим параметрам, не соответствующих для воспитания такого ребенка с ограниченными возможностями. Поэтому тоже появилось очередное право. Мы подобрали две большие квартиры в Голицыно, в новостройке, по 90 метров, плюс лоджии, там около 100 метров у каждой семьи. И удалось нам это сделать до Нового года. Я очень рад и счастлив, там был момент, когда мы вручали ключи, и видел уже детишек и самих родителей в новых квартирах, с новогодними уже елками, пирогами, чаепитием и так далее. Новый год они встретят уже в комфортных, достойных условиях для такого большого количества людей. Я так понимаю, что и следующий год будет продолжена эта работа, и какое-то достаточно большое количество семей в следующем году тоже могут рассчитывать на переселение. Да, вы знаете, как сказал наш губернатор, никаких серьезных изменений в качестве жизни в Одинцовском районе, да и в любом другом районе Подмосковья невозможно без решения проблем ветхоаварийного жилья. В этом году мы смогли выдать в Кубинке 22 семьям новые квартиры, в Голицыно две квартиры, в Лесном городке 15 квартир, в Одинцово 17, переселяли старые дома на улице Верхнепролетарская. И эту программу мы собираемся продолжать и дальше. Уже в январе мы начнем переселять пятиэтажки, ветхие пятиэтажки по улице Северной и Садовой. 253 семьи от нас получат новые квартиры, новые ключи, и мы их обязательно в первом квартале переселим. И этой программой будем заниматься каждый год. Ветхое аварийное жилье – это одна из приоритетных задач и программ, которые у нас на повестке. Ну и предлагаю продолжить наш эфир еще одним роликом. Я думаю, что он будет интересен и вам, и нашим телезрителям, потому что речь в нем идет о работе колл-центра, куда поступают все звонки. Но только когда мы в него отправились, он начал работать как бы в обратном режиме. Он начал выдавать зрителям, позвонившим, ответы на вопросы, которые перепереданы были из администрации. И таким образом, я думаю, что понятно, что эту информацию действительно готовили сотрудники администрации, но связывались с ними именно из колл-центра. Я думаю, нашим телезрителям и вам будет интересно посмотреть. Давайте посмотрим. За время прямых эфиров с главой Одинцовского района специалисты колл-центра приняли и обработали несколько тысяч звонков от телезрителей. Все обращения передавались в администрацию района для рассмотрения и исполнения. А через несколько дней после выхода очередной программы «Главная тема» для колл-центра наступает время ответов. Жителям отзваниваются и передают им информацию, полученную из муниципалитета. Вера Георгиевна живет в доме номер 10 по улице Садовая города Одинцова. Ее вопрос касался качества водопроводной воды. В ней повышено содержание железа. Ржавая вода портит сантехнику и жизнь всему дому. Чтобы продемонстрировать работу колл-центра, одну камеру мы разместили в нем, а вторую дома у абонента. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Да. Да. Я вас слушаю. Уважаемая Вера Георгиевна, в ответ на ваше обращение в передачу «Главная тема» сообщаем, что для улучшения качества водоснабжения потребителей администрации городского поселения Одинцова совместно с администрацией Одинцовского муниципального района и ресурсоснабжающей организацией ООО «ООО Одинцовский водоканал» запланировано в 2017 году строительство станции обезжелезивания воды в первом микрорайоне города Одинцова. Будем надеяться, да. Информация моментально расходится по всему дому и начинается ее обсуждение. Мне, например, приходится из бюджета каждый месяц от 1200 до полторы выделять на воду, потому что у меня приходят внуки, и сама я своим здоровьем, в общем-то, беспокоюсь. Мы очень рады, что вы приехали, нас выслушали. Спасибо вам большое. Также будем надеяться на улучшение. Очевидно, в эфир звонков по качеству воды из 10-го дома с Садовой больше не будет. Острота проблемы ушла. Жители готовы ждать станцию обезжелезивания. Тем более, что 2017 год совсем близко. Развитие данного направления, а именно включение колл-центров в прямые эфиры главы Одинцовского района, мы считаем наиболее важным направлением в связи с тем, что многие жители Одинцовского района хотят дозваниваться и хотят быть услышанными. В связи с этим, обязательным направлением развития данного вопроса мы считаем доведение информации и ответов главы Одинцовского района до звонивших. Основная проблема колл-центра сегодня в том, что далеко не все звонившие сообщают свои контактные номера. В этом случае сообщить им ответ просто невозможно. Андрей Робертович, насколько успешно, на Ваш взгляд, оцените эту практику, практику работы колл-центра? Вы знаете, я считаю, что это очень успешная работа. И на самом деле этот подход не новый. Очень много европейских стран, да и в целом за рубежом, такая практика применяется. Да, в России это, наверное, инновация, и в Московской области точно. В целом, все, что мы хотим достичь от наших прямых эфиров, это как раз прямой контакт с заявителем и решение конкретных проблем. Чтобы у населения была четкая информация, как, когда, в какие сроки и какими усилиями мы эти проблемы решаем. Но так устроена жизнь, что, во-первых, многие дозвониться не могут. У нас там два часа, и многие, кто задают вопросы, они, конечно, ответ не получают. Мы стараемся транслировать и поручения, и ответы на вопросы через средства массовой информации. Берем в проработку все те звонки, которые передает нам колл-центр, и наши чиновники администрации разного уровня, от маленьких сельских администраций до районной, прорабатывают вопросы, стараются письменно ответить на каждое обращение. Но реакция на письмо, которое зачастую написано очень сложным юридическим языком или языком чиновника, и реакция на звонок, живое общение, она совершенно разная. Причем человеку очень важно само внимание, что позвонили, отреагировали, объяснили, ответили на какие-то еще сопутствующие вопросы. И я хочу в целом сказать, что мы стараемся работать с максимальной отдачей. И у нас есть четкое понимание, что все те вопросы, которые беспокоят наших жителей, они требуют от власти и реакции, и вот такого внимательного отношения. Поэтому колл-центр останется, он будет работать, мы еще эффективнее сделаем эту работу. Те операторы, которые были сегодня в ролике, которые звонят, отвечают на вопросы, комментируют какие-то ответы чиновников, они будут еще более профессионально подготовлены для того, чтобы полноценно вести живой диалог и подсказывать за счету, или глубоко разъяснять конкретные проблемы, или конкретные, может быть, там, в чем-то заблуждения наших жителей. Успешная работа, будем продолжать. Это же вообще дружественный очень сервис, причем, судя по рассказам операторов, действительно, даже звонки, в которых иногда отрицательная информация, то есть, например, районная власть объясняет, что это федеральная полномочия, или это региональная полномочия, все равно говорят спасибо, и очень благодарны хотя бы за сам факт ответа. Пусть даже не всегда... Ключевое слово здесь – внимание. Внимание и забота. Любая информация, даже, как вы говорите, негативная или нейтральная, просто объясняющая полномочия власти, это тоже информация, и у человека вот этот негатив, он не накапливается. Это очень важно для нас. Особенно, действительно, там, где мы не можем впрямую повлиять на какие-то происходящие события или процессы, там, федерального уровня или областного. Но вот это внимание – это наша, я бы сказал, визитная карточка Денцовского района. Мы каждый вопрос будем отрабатывать и доводить, если не до решения, потому что здесь тоже не волшебники сидят, но до конкретного понимания, что это произойдет в каком-то ближайшем будущем. И оно должно быть такое же у всех, и у жителей, и у нас, как у чиновников. Ну что ж, предлагаю двигаться дальше. Давайте перейдем к разбору наиболее важных событий, которые в Денцовском районе за этот месяц, с декабря, произошли. Ну и я думаю, что многие со мной согласятся, что одна из самых животрепещущих тем, проблем – это вопрос по ситуации с детскими садами. И сегодня, конечно, я так понимаю, день был просто уникальный в некоторых аспектах, а может быть и вообще в абсолютном значении. Вот расскажите, какие приятные моменты сегодня произошли. Я знаю, что вы были на открытии детских садов. Да, вы знаете, день был уникальный, но одновременно праздничный. И побольше бы таких дней готовы мы и сутками работать, лишь бы вот такие были праздники. Мы сегодня, мне вместе с моей командой удалось открыть четыре детских садика. Один садик мы открыли в поселении Зареща. Это уже второй муниципальный садик, который открывается за последние два года. И уверен, что эффективно будет работать, и все детишки, которые туда пойдут, получат качественное образование. Ведь очень важно, в каких условиях дети оказываются в детском саду и какой коллектив там работает. Потому что, по большому счету, от этого зависит наш завтрашний день. Именно в детских садиках происходит воспитание будущего поколения. С 2012 года садик строился, немножко, так скажем, забуксовал наш инвестор-застройщик. Но, тем не менее, нашли в себе силы, финансовые возможности, ввели сад в эксплуатацию. Сегодня мы уже не просто принимали детский сад как объект, а мы уже запустили туда детей и открывали детский садик. И дети были. Всем понравился и бассейн, и новая мебель, и актовый зал, и спортивный зал. Все сделано по высокому классу, очень высокое качество и отделки, и самих проектных решений. Нет практически ни одного прямого угла. Все углы скруглены в здании. Такая тоже инновационная технология. И в самом здании, и с малыми формами. И территория благоустроена по-особому. Еще раз подчеркну, муниципальный детский сад. Все детишки, которые проживают на территории зареченского поселения и стоят в электронной очереди, все окажутся в детском саду. Никакого дефицита, никакой очереди там не будет. Этот сад покрывает полную потребность. И, конечно, наболевшая тема с гусарской балладой. Для нас мы внутренне называем это прорыв. Действительно, детские сады должны были еще заработать в прошлом году. Но всем известна ситуация с застройщиком, который банкротился, не выполнил социальные обязательства. Нам, как администрации, пришлось взять объекты в достройку. Мы закупали мебель, достраивали здания, покупали оборудование, проходили все необходимые процедуры по лицензированию и так далее. Создавали все условия для того, чтобы в этом году дети пошли в детский сад. Именно в этом году и такая задача стояла перед всей командой. Детские сады открыты. Соответственно, родители уже две или три недели подают заявки и готовят медицинские карты. Поэтому детишки скоро там будут в полном объеме. И в садике в Заречье, и в этих трех детских садах в гусарской балладе еще будут предусмотрены группы дневного пребывания, что добавит количество мест, добавит мощности. Но даже та проектная мощность, которая сейчас зафиксирована в документах правоустанавливающих, она уже дает нам 500 мест для детей дошкольного возраста, которые, соответственно, пойдут в детский сад. У нас есть телефонный звонок. Я предлагаю ответить нашему телезрителю, а потом двигаться дальше. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваши вопросы в эфире. Добрый день. Меня зовут Павел Артем Сергеевич. Я житель дома номер 78 по улице Чистяковой, микрорайона Новая Трехгорка. У меня, если можно, вопрос следующего порядка. Значит, в этом году был согласован проект плана по организации парков северной части района. Подрядная организация вроде как приступила к выполнению своих работ, но в то же время очень быстро их закончила. Ну, так скажем, позначив свое присутствие. У меня вопрос следующего характера. Несет ли подрядная организация ответственность административную за нарушение сроков, в которые она должна была этот парк сделать? И какие меры администрация Одинцовского района по этому поводу принимает? И, если можно, еще один момент буквально. Это касается всех жителей северной части микрорайона нашего. В ходе подготовки северного объезда Одинцовского платной трассы строительной техникой, в прямом смысле этого слова, просто изуродовано покрытие придомовых дорог. На наши обращения они уже отписываются таким образом, что ваши дороги были в плохом состоянии, и мы их вроде как постанавливать не собираемся. И третий момент. То место, где должен быть парк, представители компании, которая выбирает снег на новую тро-горке, просто сваливают груды льда и снега. И на замечание жителей, на самом деле, в нецензурной форме, оскорбляют и как бы игнорируют. Вот просили бы принять меры по этому факту в том числе. Спасибо, Артем Сергеевич. Ну что ж, три в одном прям получилось. Да, спасибо, Артем Сергеевич, за актуальные вопросы. Что касается проекта парка. Не знаю, участвовал ли Артем Сергеевич в наших обсуждениях с инициативными группами. Дело в том, что проект, который был изначально представлен и практически уже началась реализация, он не устроил ни меня, ни администрацию района, ни инициативные группы, которые с нами были в контакте. И мы решили проект доработать и сделать его более фундаментальным, качественным, правильным. В первоначальном проекте не разъезжались даже коляски с детьми встречные, не было возможности кататься на велосипеде и так далее. Были серьезные нарушения с точки зрения практического использования. Мы не делаем сейчас никакое благоустройство для галочки. Я смог убедить наших жителей в Трехгорке инициативную группу. Мы переделали проект, и на это просто ушло определенное время. Тем не менее, компания-подрядчик вышла на работы. И совершенно неправильно сказал Артем Сергеевич, не для того, чтобы показать свое присутствие. Пройдена была подготовительная работа. Убрали сухостой, подготовили основания для асфальтирования, подготовили основания для воркаут-площадки, заложили все кабельные линии, и было закуплено световое оборудование для освещения. Дальше все было законсервировано, потому что уже погодные условия. Все знаете, что очень рано началась зима в этом году. Сейчас тепло, но начиналось все с больших морозов. И просто принято было решение законсервировать объект, чтобы не делать некачественно. Как только весной позволит погода продолжать работы, все будет выполнено на 100%. С очень хорошим качеством, и микроэн «Новая Трехгорка» получит хороший парк, прекрасное благоустройство. И все будут, уверены, довольны и счастливы, особенно мамы с детьми. Что касается снега... Разбитых дорог сначала, вторая часть вопроса. Ну давайте, да, по разбитым дорогам. Давайте дождемся, когда закончат съезд на северный объезд, потому что техника будет и дальше ездить, и разбивать эти дороги, а потом обязательно в... Я возьму это на личный контроль, чтобы не было сомнений. В рамках гарантийных обязательств дороги будут отремонтированы. Компания застройщикам, ФСК-лидерам, которая ведет сейчас работы по северному объезду. Здесь не должно быть сомнений. Еще раз повторю, будет личный мой контроль. Что касается ограждения и снега, сейчас же дам поручение разобраться, почему сваливают снег именно в этой части, и насколько он мешает жителям сейчас пользоваться этой территорией. Пока это еще не парк, это просто территория для возможного отдыха. Если действительно мешает локацию этого снега, поменяем, запретим управляющей компанией сгружать снег. На будущее, когда мы проведем все-таки нормальное благоустройство, я думаю, что в этой части нам необходимо будет сделать ограждение. Легкий забор, который не позволит технике подъезжать в парковую зону. Это не только для техники, это в целом нормальное решение для любой парковой зоны. И дикие собаки бегают по лесу, и так далее, и так далее, чтобы все-таки была определенная защита. Легкий прозрачный забор. Да, мы обозначим периметр. И, скорее всего, в этом парке также будет дополнительное видеонаблюдение со временем, которое повысит безопасность этого парка. Андрей Робертович, ну вот хотелось бы уже, коль скоро начали мы отвечать на звонки телезрителей, предварительно поступило, опять же, огромное количество звонков от инвесторов, от жителей, которые приобрели квартиры в жилом комплексе «Высокие Жаворонки». Во время прошлого эфира вы уже дали развернутый ответ, тем не менее, звонки продолжаются, может быть, краткий комментарий какой-то еще. Лейтмотив такой, почему объект не признается проблемным, и какие дальнейшие и ближайшие действия местная администрация, районная, собирается предпринять в отношении нерадивого застройщика? Да, в этом году нам удалось справиться с двумя проблемными объектами, и считаем, что это серьезная работа, серьезный прорыв совместно с Минстроем Московской области и с правительством Московской области. Вышли на исполнение по дорожной карте по проекту «Западные ворота столицы» и активно двигаемся по проекту «Гусарская баллада», где идет процедура банкротства, проходит инвентаризация, есть опорный банк, Московский кредитный банк, который станет в начале следующего года сонатором и достроит все те корпуса, где есть у нас обманутые дольщики. Что касается Вальдомироля и проблемные объекты «Высокие жаворонки», считаю, что нам по силам в следующем году и эти объекты сдвинуть с мертвой точки. Что касается процедуры признания объекта проблемным, мы запланировали комиссию по признанию этого объекта проблемным и готовили определенные документы необходимые для вынесения этого решения. В принципе, мы готовы, поэтому на 10 января такая комиссия назначена. По тем документам, которые у нас есть, однозначно будет вынесено решение, что объект проблемным. В этот же день, 10 января, предлагаю всем инициативным группам и желающим принять участие в нашем заседании, так скажем, большой расширенной рабочей группе в здании администрации в актовом зале, для того, чтобы составить, во-первых, реестр всех проблем, которые есть на объекте. Многие недовольны Росреестром, многие задают вопросы о банке, который финансировал, которого сейчас отозвали лицензию, это военно-промышленный банк, о том, как сейчас работает военная ипотека, по которой получали эти квартиры, о том, что с коммуникациями, что с предполагаемой дорожной картой, как мы планируем выходить из кризиса, и так далее, и так далее. О том, как работают правоохранительные органы, мы тоже постараемся пригласить на наше совещание, и там идет совместно с нами большая работа, и возбуждено уголовное дело, уже есть определенные даже задержания участников этой пирамиды, так скажем, или схемы по выводу денежных средств. Вот все эти вопросы нужно обсудить, дать определенную оценку и наметить пути, совместные пути, того, как мы будем двигаться дальше на протяжении этого года. Звучит много критики, понятно, что все хотят сразу решить проблему, и, естественно, во всем, как это обычно бывает, виновата администрация. Мы терпеливо и спокойно к этому относимся, надо работать, мы к этому готовы. Нет таких проблем в Российской Федерации, которые бы были не по силам президенту, губернатору и Одинцовскому району. Найдем какой-то механизм выхода из кризиса. Ну что ж, предлагаю к следующему вопросу перейти по ключевым темам. Это реконструкция стадиона в Заречье. Насколько я знаю, там возникло легкое непонимание в самом начале администрации местных спортсменов. И в результате вашей поездки эти противоречия удалось снять. К 15 декабря должен был быть выполнен определенный набор работ, определена кампания. Вот удалось ли все это выдержать? В правильном ли направлении, на ваш взгляд, все там движется? Действительно, проявилась проблема. К сожалению, проблема проявилась не на старте. Сейчас мы все-таки стараемся общаться с общественностью, с инициативными группами и обсуждать предполагаемое строительство и в том числе таких социальных объектов еще до того, как проводятся конкурсные процедуры и формируется техническое задание на проектирование в дальнейшем уже и на стройку. Здесь этот момент немножко был, так скажем, упущен. И в процессе строительства выяснилось, что футбольная общественность, которая очень активно пользуется стадионом, участвует в соревнованиях народной футбольной лиги, в других любительских соревнованиях представляет Одинцовский район, само поселение, им поле нужно определенного стандарта. Ну, я бы сказал, просто стандартное поле футбольное для того, чтобы можно было играть 11 на 11, 11 игроков. Мы же в своей работе предполагали, что это поле и вся эта площадка будет привязана четко к потребностям нашей большой зареченской школы, которую мы в этом году успешно реконструировали и ввели тоже уже в строй, в эксплуатацию. Не было стадиона наземного. А что такое школьный стадион? Это, в принципе, подрезанное поле, потому что играют дети, и масса активностей, таких как воркаут, площадки, где можно сдавать нормативы ГТО, где-то даже детскую площадку разместили, большую стоянку. Выбрали все те проблемные точки, которые в этом месте существовали, решили их закрыть вот таким строительством. Но появилась футбольная общественность, вышли с инициативой, с возмущением. Мы встретились, действительно, я объезжал поселение и заехал в одну из поездок, и мы провели прямо на стройплощадке совещание с уже идущими активно работами. Договорились о компромиссном решении, дал я поручение переделать проект, внесли изменения в проект, убрали часть активностей и увеличили саму площадку, по-моему, на 15 метров, и она стала уже стандартного размера. Теперь футбольное сообщество довольно. Они смогут там проводить свои соревнования, игры, тренировки. Те объекты, которые пришлось немножко сместить с этой площадки, они тоже не пропали, все они в наличии, просто немножко поменяли свою локацию. Вот таким образом вышли из почти кризисной ситуации, когда накал страстей был уже довольно высокий. Далось примирить все стороны. Мы всех примирили, да, все довольны. Это немножко сдвинуло, конечно, сдачу объекта, но я считаю, что ради этого можно пойти на срыв срока, небольшой срыв срока. Андрей Робертович, у нас приближается время традиционного блока социальной рекламы, но перед этим давайте ответим на один видео вопрос, заданный нашими жителями. Он касается реконструкции центральной части города, улицы Неделина в частности. Я думаю, что для вас там будет несколько сразу интересных моментов. Давайте посмотрим. Благоустройство улицы Неделина пришлось горожанам по душе. Однако почти все задают вполне логичный вопрос, а что дальше? Мне очень нравится, как благоустроили детскую площадку, и хотелось бы узнать, будет ли дальше благоустроена улица, ближе к ее началу. Киты и бегемоты – не самые распространенные в Одинцовском районе животные. А каких еще представителей фауны Одинцовцы хотели бы увидеть на Неделина? Я хотела бы увидеть жирафа, слона, фламинго, страуса. Кокодила. Морские котики. Лошадку. Лошадку. Акулу. Акулу. Косаток. Дельфинов. Белых медведей. Белочек. Сов. Ну что ж, Андрей Робертович, вот спрашивают, как будет ли продолжена эта реконструкция, и животных перечислили столько, что там просто это надо начинать и весь следующий год заниматься установкой этих фигур. Да, действительно, мы в этом году и уже касались с вами, кстати, этих вопросов в предыдущих эфирах. Мы поставили под реконструкцию улицы Неделина от маршала Жукова до Можайского шоссе. Эту работу мы обязательно закончим. Вся улица будет реконструирована. Если мы смотрим ту часть, где бегемоты, то она у нас в таком урманизированном состоянии. А та часть, которая будет напротив, особенно, где начинается улица Интернациональная, она будет в такой больше парковой зоне. И мы уверены, что в центре как раз и будет основной парк города Одинцово. Реконструкция проходит качественно. Мне очень нравятся решения, которые связаны с самой плиткой, с велодорожками, которые появились, с освещением. Сейчас вот заканчивается строительство парковки вместо купола. В целом, это все укладывается в нашу программу модернизации центральной площади города Одинцово. Будет много активностей, будет большое благоустройство, и все, что вокруг пруда, и, собственно, там, где сейчас находится стадион, где наш памятник, все мы приведем в такой европейский стандарт, для того, чтобы это была основная точка притяжения. Можно было и погулять, и покататься на велосипеде, и на скейте, и с коляской, и с детьми, и зайти еще в кафешку посидеть. В общем, привести свой досуг качественно, как в настоящем европейском городе. Я думаю, что по весне еще это заиграет все, потому что сейчас зима, в принципе, оценить полностью удобство, возможности, наверное, меньше, чем, скажем. Да, это будет очень красиво, поверьте. Ну что ж, мы прерываемся на блок социальной рекламы, а потом вернемся и продолжим наше общение. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. Андрей Робертович, ну и поскольку мы уже затронули тему новоселья, вы сказали о том, что этот год был, и он действительно был, очень в этом плане продуктивным, а хотелось бы вопрос о новоселье такой категории людей, как дети-сироты. Я знаю, что у нас в соответствии с областной программой достаточно большое количество этих ребят получили жилье, если можно поподробнее об этом, потому что часть из них в декабре прямо произошла. Вот впечатлениями поделитесь и, может быть, тоже планами какими-то на следующий год. Да, действительно, мы в декабре вручили 18 квартир нашим детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей. По достижению 18-летнего возраста они все, соответственно, имеют право получить такую форму поддержки от государства. Это программа Московской области. Выделяются деньги из бюджета Подмосковья. Мы, соответственно, проторговываем эту услугу, получаем квартиры, делаем необходимый ремонт, качественный ремонт, покупаем сантехнику, мебель и, по большому счету, создаем такие комфортные условия для детей, что они могут, получив ключи, в тот же день переезжать, зайти в магазин, купить продукты, положить в уже стоящий холодильник и заезжать в эти квартиры. Очень эффективная форма поддержки. И мы за три года по этой программе выделили уже 44 квартиры. Большой объем. В следующем году планируем 11 квартир выделить, потому что у нас как раз 11 детишек достигнут 18-летия и попадает в наш, собственно, реестр для того, чтобы мы обеспечили таким жильем. Помимо того, что мы вручаем квартиры, это всегда очень радостное событие. Действительно, дети все-таки оказались в сложных ситуациях, жизненных ситуациях и они могут рассчитывать только на свои силы или на поддержку государства. Мы с ними проводим такое чаепитие, так скажем. Я их поздравляю, общаемся, выясняю, кто чем живет, какие стремления, кто хочет учиться, кто уже хочет работать, какие есть сложности. И в меру своих возможностей и сил стараюсь опекать этих детей и помогать им при возникновении каких-то проблем, в том числе с трудоустройством. Мы всех, кто имеет желание работать в государственных структурах, по тому профилю, по которому получают они образование, мы всех стараемся к себе и пригласить, и трудоустроить. Такая программа работает в Подмосковье, а мы эффективно реализуем ее на территории района. У нас есть еще один телефонный звонок, я предлагаю ответить и продолжить потом эфир. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я бы хотела узнать следующую информацию. Просто в сети интернет появилась информация про обновленный тариф на содержание и ремонт в соответствии с рекомендацией Министерства ЖКХ Московской области с 1 января 2017 года. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это коснется нас, жителей. Спасибо, Ирина, за вопрос. Да, Ирина, спасибо за вопрос. Актуальная тоже проблема. Многие задаются, задают эти вопросы в администрацию, в управление жилищно-коммунального хозяйства. Это все касается не только Одинцовского района, а всей России, потому что произошли определенные изменения в жилищном кодексе. Это, насколько я помню, 156-я статья. И теперь действительно в строке содержания будут еще включены общедомовые нужды. Раньше это были раздельные строчки, теперь объединяются в одну. С точки зрения общей цифры практически ничего не изменится. То есть из-за этой рекомендации и объединения данных строк не будет роста тарифов, о чем постоянно беспокоятся и спрашивают наши жители. То есть скачка в платежном документе не будет. Практически та же цифра и получается. Ну что ж, следующий вопрос касается достаточно серьезной такой темы, темы безопасности. В этом году вообще зима пришла раньше и сразу начались не очень приятные в регионах ситуации со взрывами бытового газа. Прошли в свое время и учения у нас в декабре в Ликинов, связанные именно с противодействием такого вида угрозам. Ну и буквально накануне прошло еще и расширенное состоялое заседание районной антитеррористической комиссии. Можно ли поподробнее, какие основные темы на ней рассматривались, на что было обращено внимание участников? Да, действительно, буквально вчера мы проводили расширенное заседание антитеррористической комиссии с участием всех руководителей силовых ведомств. Притом мы пригласили по разным профилям и директоров крупных предприятий в сфере торговли, в сфере ресурсного снабжения. Это наши компании «Водоканал», «Теплосеть», «Электросеть», это наши «Дома культуры», руководители этих учреждений, транспортное предприятие. Потому что антитеррор касается всех, управляющая компания «Антитеррор» касается всех. И был довольно жесткий разговор со стороны силовых ведомств о том, что контроль за мигрантами, во-первых, будет усилен многократно в преддверии праздников. Был четкий посыл управляющим компаниям. Мы вместе сейчас с правоохранительным блоком проведем обследование всех чердаков, подвалов, подвальных помещений в товарищеских собственников жилья. Мы будем бороться искать резиновые квартиры, на которых, возможно, находятся нелегалы, так называемые. Здесь будет очень жесткая работа, и контроль в этой сфере, он многократно, как я уже сказал, усиливается. Также мы провели довольно четкий инструктаж для всех организаторов ярмарок, массовых гуляний. Везде должна быть охрана, ограждение, везде должны стоять ЧОПы, периметр должен быть под присмотром. Будет введен режим определенный в праздничные дни и в сам Новый год. В основные гуляния, которые будут происходить, режим с точки зрения подъезда к местам скопления людей для того, чтобы не допустить возможной ситуации по аналогии с тем, что произошло в Берлине. В общем, в мире антитеррористическая кампания также идет масштабно. Мы видим все эти угрозы и те события, которые происходят в других странах, в том числе по отношению к России. Также мы видим определенное агрессивное отношение экстремистских организаций. Это и убийство нашего посла в Турции. Да и в целом Россия как страна представляет особый интерес для исламского государства, для всех экстремистов, которые проводят террористическую атаку. А в России, я думаю, что Анецовский район тоже наиболее привлекательная территория для возможных таких агрессий. Поэтому мы все в усиленном режиме проводим профилактику вместе с правоохранительным блоком, вместе с теми организациями, компаниями, которые участвовали в нашей антитеррористической комиссии. Еще раз повторю, это торговля, транспорт, это дома культуры, главы поселений. Всем разъяснили о персональной ответственности каждому руководителю и каждому главе поселений, которые они несут по вот такого рода возможным преступлениям. Потому что мы регламентируем всю эту работу в рамках комиссии. У нас появляются решения, которые должны исполнять все и быть бдительными. Также для наших жителей в средствах массовой информации напечатаем определенную памятку, как себя вести, куда звонить, телефон на горячей линии, если вдруг кто-то что-то заподожжит или будет свидетелем каких-то сомнительных уже событий вот такого подтекста. Я думаю, что да, без внимательного отношения жителей тоже будет очень сложно. Это самое основное. Не стесняться лишний раз позвонить, сообщить. Лучше пусть это будет ложная тревога, чем пропустить. Да, это самое основное. Здесь всегда, в пример, приводится государство Израиль, у которых люди, у которых уже на генетическом уровне вот такая бдительность за многие-многие десятилетия борьбы с терроризмом. У нас есть еще один телефонный звонок. Предлагаю послушать нашего телезрителя. Здравствуйте. Представьтесь и задавайте ваш вопрос главе района. Андрей Робертович, здравствуйте. Меня зовут Робышев. Я на общественное движение «Мои жаворонки». Хочу вам задать вопрос насчет реконструкции улицы Неделина. В интернете появилось очень много всяких мемов и приколов насчет того, что на ней появились несвойственные животные для нашего климата. Например, такие, как хвост кита или половина бегемота. Жители уже начинают шутить, что скоро там появятся шеи жирафа или даже половина зебры. Я бы хотел узнать, что вы думаете по этому поводу. Может быть, стоит разместить каких-то более подходящих животных для нашей полосы. Может быть, стоит разместить, к примеру, половину оленя. У меня все. Спасибо. Ну, крокодил Гена тоже, скажем, наш всенародный любимый персонаж. Не северный, а южный персонаж. Но, тем не менее. Спасибо, Ян. Да, действительно, как только появились бегемоты и хвосты у нас китов, много было в социальных сетях. Этому уделено внимание. Шел определенный негатив. Многие, действительно, шутили, ерничали. Я смотрел то, что выставляют типичное Одинцово. Где-то были забавные, такие, так скажем, коллажи, где человек лежал рядом с бегемотами. Досталось, конечно, главному архитектору, у которого вместо головы хвост смонтировали. Все это, конечно, забавно. Я читал комментарии. Довольно жесткие там вещи писали. С вопросом, что же курит наш главный архитектор, что он нюхает и так далее, и так далее. Хочу в целом рассказать о самой истории. Когда вопрос обсуждался по реконструкции улицы Неделина, я поставил задачу найти какие-то интересные, так скажем, фишки, изюминки, которые бы привлекали к улице внимание. Можно было, безусловно, пойти по самому простому пути, как обычно и делают, собственно, чиновники, поставить на определенном расстоянии лавочки, фонари, урны, и на этом закончить, собственно, эту работу. Но, как вы видите, сама улица, она другая. Она в целом другая и по плитке, и по ширине, и по наполнению велосипедными дорожками, по фонарям. И вот этот изюм, он тоже должен был быть какой-то другой. Пришел ко мне главный архитектор, талантливый наш Кирилл Завражин, и вот с такой идеей, причем был совершенно трезвый, это я вам гарантирую, с ясным умом, в хорошей памяти, рассказывал мне о том, что давайте привяжемся не традиционно, не к зимним, так скажем, сюжетам и к оленям, да, к лесным... К медведям. К медведям, лесным зверям, а к нашему пруду баранка, к водной тематике, и создадим какой-то арт-объект, который, прежде всего, вызовет интерес у наших детей. И предложил вот такое, собственно, такое решение, которое я поддержал. И проезжая, каждый день проезжая по улице Неделина, я вижу скопление детишек вокруг бегемотов и вокруг хвостов, то они сидят, то они фотографируются, то они ползают в большом количестве. Как только появились эти арт-объекты, там даже очередь была. Из чего я делаю вывод, что детям это нравится. Человек так устроен, что на все инновации, на все нововведения сначала у многих негативная реакция. Какая же негативная реакция была, допустим, на парк Горького, в котором убирали аттракционы. На Эфире-башню. Вся Москва была против. Сейчас этот парк, любимейший парк в Москве, лучший парк в Европе, наверное, а может быть и в мире. Потому, как его сегодня обустроили. Да и в целом, если мы с вами посмотрим опыт европейских стран, европейских городов, там архитекторы, они не зажаты никакими рамками и очень часто принимают такие смелые решения. Мы видим такие арт-объекты в крупных городах Европы, и они потом даже при определенном негативе потом становятся любимыми объектами, без которых уже жители себе не представляют дальнейшей жизни. Уверен, что то же самое произойдет и у нас. Мы и дальше планируем реконструировать парк, и водная тематика там будет сохраняться. Вот детишки сказали, хочется акулу, мне там кажется лучше более позитивные, так сказать, использовать образы, например, дельфины, морской котик, морской котик, ну и так далее. То есть это все будет по-доброму, интересно, это будет действительно арт-объект. Нужно немножко всколыхнуть собственно вот эту нашу постсоветскую НЭЛуар-ахитектуру и добавлять вот такие смелые формы. Я просто уверен, что это полюбят наши горожане. при всей той вот негативной волне, которые были в социальных сетях, и она тоже потихонечку, я думаю, растворится. Ну и еще хотел добавить, что это не стоит огромных денег. Это не здание построить, не 25-этажный дом, это совершенно современный практичный материал, который не очень дорогой. Поэтому мы можем экспериментировать по несколько раз в году, лишь бы было приятно детям, интересно жителям. В общем, эту работу будем продолжать дальше. Мы готовы на смелые решения. Хотел просто напомнить, что, например, объекты некоторые архитектурные, построенные Гауди, вызывали в свое время просто отторжение и неприятие во всех слоях общества, а сейчас без них представить испании просто невозможно. Целую страну ассоциируется именно с такими зданиями. Совершенно верно, таких примеров в мире очень много. У нас есть еще один телефонный звонок, предлагаю тоже на него ответить. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос, представьтесь и задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, Андрей Робертович. Меня зовут Ольга, я мама трехлетней дочки и хотела бы просто выразить свою благодарность за то, что у нас есть такая замечательная горка на центральной площади, на которой мы любим проводить свое время и в прошлом году, и в этом. Честно говоря, сначала немножко расстроились, что думали, ее не будет, но теперь каждый день проводим там свой досуг и спасибо большое за такую красоту на Лазутинке, где тоже мы всей семьей встречаемся на выходных, проводим там свое время и не нужно выезжать в Москву, в общем, очень здорово, что у нас в Валенцово есть такие зимние сказки. Я думаю, отвечать не надо, но подниментировать хотят. Да, Ольга, спасибо за теплые слова. Действительно, мы на протяжении трех лет на нашей центральной площади около памятника Ленину пытаемся создавать не только новогоднюю атмосферу с точки зрения иллюминации или красивых гирлянд. Понятно, елку мы преобразили, но каждый год пытаемся экспериментировать. То есть, с ярмарками. В прошлом году вы видели, у нас там был каток с искусственным льдом, прокатом, горка. Но горка была самая популярная. Поэтому вот эти все эксперименты, они позволяют нам более четко понимать, что же все-таки на самом деле нужно жителям. Каждый раз, когда мы ставили горку, был просто шквал позитива от жителей, от тех мам, которые приходят туда вместе с своими детьми. По большому счету, у нас центральная площадь это основное пространство, на котором можно вот так масштабно погулять, реализовать себя и, конечно, горка там к месту. Немножко подрядчик затянул, поэтому жители запереживали, но к Новому году горка будет. Она будет тоже высокая, может быть, даже чуть выше, чем была, с еще лучшим спуском, чем раньше. Появится также ярмарка около горки с различными сувенирами. все будет красиво, нарядно, также будет у нас прокат коньков и наша баранка, которую мы уже месяц как чистим, приводим в порядок, там уже катаются наши жители. И, кстати, хочу заметить, что когда мы сделали искусственный лед, вот этот каток около Ленина и также параллельно чистили баранку и она была в приличном состоянии, и лед, и работал прокат, то на катке было пусто, а на баранке было большое количество людей. И поэтому мы приняли решение все-таки искусственный лед не делать. Что касается парка Лазутина, Лариса Евгеньевна, я очень радуюсь каждый раз, когда там бываю, а бываю часто, потому что мы проводим большое количество там мероприятий, очень радуюсь, что тысячи людей приходят в парк, особенно в выходные дни, на наши спортивные мероприятия, что дает мне ощущение и понимание того, что мы правильно его реконструировали и правильно в этом направлении движемся. Большое количество людей для себя выбрали наш парк как основную точку, основное место для проведения своих праздников и каникул. Причем праздники проводятся правильно, не с бутылкой водки в руках, как это было наверное раньше и шашлыками, а с лыжами и лыжными палками в руках со здоровым образом жизни, с вот этой позитивной энергетикой, которую мы там каждый день пытаемся накачивать и накачивать. Плюс к этому мы, конечно, добавляем вот такое праздничное оформление, тоже там в ближайшее время появится елка большая, сейчас она уже пришла со складом, мы ее смонтируем. Практически каждый день в парке Лазутина будут проводиться какие-то мероприятия, поэтому я пользуюсь случаем, приглашаю всех наших телезрителей, да и в целом жителей нашего Одинцовского района посетить парк спорта и отдыха имени Ларисы Евгеньевны Лазутиной на все новогодние праздники. Ближайшее мероприятие, которое будет массовое, это Манжосовская лыжная гонка 31 декабря, дальше 8 января будет тоже лыжня, привязанная к уже спортивным школам, там призы будут, будет вручать сама Лариса Евгеньевна Лазутина, ну и развлекательные мероприятия, они будут происходить каждый, каждый день. Приходите, проведете прекрасно свое время, получите массу положительных эмоций, заряд бодрости и здоровья. Ну и предлагаю продолжить немножко такую же новогоднюю тематику, не так часто мы этот праздник сейчас в течение этого эфира вспоминаем. В декабре на центральной площади города появилось в здании администрации новая елка, ее наряжали, так получилось, всем, что называется, миром, не просто наряжали, а вот совместили даже с, не побоюсь этого слова, манекен-челленджем. Давайте покажем нашим телезрителям, как это было, а потом я задам свои вопросы. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Андрей Робертович, ну вот как так получилось, что вы такой серьезный, занятой человек и отвлекаетесь от работы на наряжание какой-то елки? Ну, а если серьезно, вообще как родилась идея такой замечательной акции? И в какой момент вы все-таки решили принять в ней участие? Ну, что касается серьезности, и как я в целом узнал о таком модном, молодежном флешмобе, это, конечно, Инстаграм. Я активный пользователь Инстаграма, и там уже на протяжении чуть больше месяца мы видим, как молодежь с разных точек мира участвует в этой акции, в этом флешмобе. Как вы обратили внимание, собственно, события как бы замерзли, остановились в определенный момент, это вот и есть основная основная фишка, так скажем, этого мероприятия. Ну, что же, Одинцово в тренде, мы тоже хотим, готовы, можем, собственно, и всегда соответствуем всем молодежным трендам, флешмобам и любым вот таким инновациям и акциям. Молодежь ко мне обратилась, наши общественные организации, я поддержал, и поэтому мы участвовали в таком, так скажем, уже прекрасном событии, которое получилось. Но я бы хотел свой акцент сделать, конечно, не на манекен-челлендж, а на том, что мы делали. Мы вместе с молодыми людьми, да и со всеми, кто проходил в тот день по центральной площади, со всеми желающими, жителями нашего города, мы наряжали центральную елку нашего Одинцовского района. То есть все почувствовали себя сопричастными к этому событию. Все наряжали елку, и теперь эти люди ходят по центральной площади с уверенностью, говорят, что эту елку наряжал я, и вот мы, моя игрушка, вот мой шарик, и так далее. Вместе с главой Одинцовского района. Вместе с главой Одинцовского района. Считаю, что это знаковая вещь, почему вот и меня так воспитывали, и вас, и большинство с этим ощущением живет, что елку мы наряжаем обычно дома вместе со своей семьей, со своими близкими, родственниками, друзьями. Это вот такое действие сокровенное, которое происходит обычно дома в теплой семейной обстановке. Когда мы наряжаем центральную елку района, получается, что все, кто в этом участвует, большая, одна большая семья. И вот именно этого мне хотелось добиться. У нас все получилось. Может быть, не было сотен или тысяч людей, потому что это была такая тоже новая акция, эксперимент. Но он удался. И так же, как горка, так же, как фестиваль, не знаю, стола на Захаровской поляне, так же, как балмедалистов, выпускников, это все становится традициями Одинцовского района. И мы этот список традиций расширяем и добавили туда соответственно вот нашу елку, которую будем теперь ежегодно в определенную дату наряжать вместе с нашими жителями. Просто в следующий раз мы сделаем более активное информирование жителей, чтобы каждый желающий поучаствовать в этом событии смог прийти со своей игрушки. Или мы выдадим на месте. Если вы посмотрели сам ролик, то у меня была пустая игрушка, на которой написал Одинцова. Можно писать пожелания любые городу, району, друзьям, близким. Очень много креатива и творчества возможно около нашей елки. Вот такую традицию мы также зафиксировали. Она будет ежегодной. Будет большая семья Одинцовского района наряжать центральную елку на центральной площади города. У нас есть еще один телефонный звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте. Представьтесь и задавайте ваш вопрос главе района. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Андрей Робертович. Меня зовут Антон Шинкаренко. Я являюсь вице-президентом Федерации футбола Одинцовского района. Мы следим за спортом в Одинцовском районе и футболом в частности. У нас в городе спортивная инфраструктура развивается очень быстро. Сдан был недавно физкультурно-оздоровительный комплекс в четвертом микрорайоне, отличный волейбольный центр, ледовый дворец, трассы имени Ларисы Лазутиной. А расскажите, пожалуйста, что будет с нашим центральным стадионом, в котором грядут реконструкции. Когда начнется это, сколько продлится, какое будет покрытие на этом стадионе, будет ли оно искусственное, с подогревом, появится ли табло на нашем стадионе и насколько рассчитана зрителей наша Одинцовская арена. Спасибо. Чувствуется профессиональный вопрос. Спасибо, Антон. Профессиональные вопросы не успеваешь записывать. Мы касались как-то уже тоже в эфире этот вопрос звучал. Звонили, по-моему, сами футболисты из одной из наших любительских команд. Действительно, и тогда я озвучил, и сейчас подтверждаю, у нас планируется реконструкция центральной площади и самого стадиона. Мы планируем разместить трибуны для полутора тысяч зрителей, покрытие, во-первых, поле, естественно, будет всех стандартов необходимых для того, чтобы проводить соревнования. Покрытие будет искусственно, с подогревом или без подогрева, сейчас определяемся, но, скорее всего, с подогревом, потому что хочется сделать спортивную площадку круглогодичного использования. и это очень важно, нам нужна повышенная практичность для наших спортивных объектов, и этой линии мы придерживаемся везде в наших стройках, практичность. Поэтому поле будет, скорее всего, с подогревом, сейчас мы как раз прорабатываем это техническое задание. Также мы разместим рядом с основным полем еще для мини-футбола поле, которое можно будет использовать для тренировок и для наших спортивных школ, где занимаются дети. Также вдоль футбольного поля основного мы планируем разместить профессиональный качественный воркаут для того, чтобы наши спортсмены могли поддерживать свою физическую форму в любое время года, сделаем навесы, чтобы этим можно было заниматься и зимой. Будут заниматься на этой площадке и футболисты, и волейболисты, и наши хоккеисты. Все нуждаются в хорошей спортивной базе для тренировок на свежем воздухе. Вот такая у нас программа по таблою, естественно, будет, потому что мы собираемся проводить соревнования. Что касается сроков строительства, то по нашим планам это 2017-2018 год, то есть начнем мы в 2017 году и закончим, сдадим объект в 2018 году. Сейчас, честно говоря, ломаем голову с архитектором, с проектировщиками над тем, как бы разместить еще под этим полем большую стоянку для машин. Хотелось бы, учитывая напряженность с парковками около центральной площади и близлежащих домов, хотелось бы построить парковку порядка 250-300 мест. Дополнительные, конечно, для нас издержки, но, что называется, если уж делать, то делать хорошо, качественно, учитывая все проблемные аспекты нашей центральной площади. Вот такая программа по центральному стадиону. То есть, мы должны успеть к чемпионату мира, опять же, по крайней мере, год в год сделать с ним. Мы должны успеть. Также хочу сказать, что центральная площадь, помимо стадиона, будет развиваться. Мы касались уже этой тематики, но в привязке к спорту мы еще сделаем обязательно скейтпарк. Такое обещание я дал нашим ребятам, молодым, общественной организации, победа жизни. У нас уже Федор Харректонов, наш лидер этой общественной организации, подготовил проект, обсудил его со всеми любителями, со всеми производителями оборудования необходимо. И буквально в январе мы начнем этот проект привязывать к территории и задумываться уже о финансировании и реализации проекта. Мы привыкли к тому, что Одинцовский район становится в какой-то мере культурной столицей Подмосковья. Понятно, что претендовать на это непросто, но прикладываются все к этому усилия. Вот уходящий год был объявлен в России годом кино и одно из ярчайших я считаю событий декабря, это 17 декабря в Жаворонках прошла церемония награждения лауреатов первого фестиваля кинодебютов «Магия кино». И причем это событие было далеко не единственным за минувший год. Вот если можно, насколько на ваш взгляд насыщенным этот год именно с точки зрения кино получился для нашего района? Да, ну, правильно сказали, что мы стараемся стать культурной столицей Подмосковья, причем не просто претендуемо, у нас есть четкая программа, которую мы уже второй год активно реализовываем и по тому количеству культурных событий, мероприятий, которые происходят на территории района, я не думаю, что с нами кто-то может сравниться или посоперничать. Да, может быть, еще такого статуса нет, но мы четко в дорожной карте, я уверен, что когда-то это произойдет в ближайшем будущем. Действительно, этот год был посвящен Году кино и 350 наших шедевров из золотого архива Госкино было показано на территории Невцовского района за этот год. Порядка 50 выставок и творческих вечеров мы провели в разных поселениях района с тематикой как раз кинематограф, режиссура и наши известные киногерои, соответственно, и сами артисты, такие как Грачевский, Ливанов, Кончаловский, также участвовал Дибров, наш известный телеведущий особенно в церемонии, когда уже вручали премию победителям. Наши школьники и наши студенты выезжали на Мосфильм и смотрели, как в режиме реального времени снимается кино. Проводили мастер-классы в поселениях продюсерский центр Егора Кончаловского. В Лесном городке, в Одинцово, в Кубинке, в Голицыно открылись такие мастер-классы и сами студии потом заработали, которые собственно теперь продвигают основы и сценического искусства, мастерства и режиссура уже, так скажем, в массы. Порядка, я думаю, порядка 400 тысяч человек мы смогли охватить нашими мероприятиями, приуроченными Году кино. И я уверен, что из этого количества людей мы зажгли сердца многим молодым людям и они выберут своей жизни, профессию, связанную с кинематографом и у нас в Одинцовском районе появятся свои Бондарчуки и свои Тарковские в ближайшем будущем. Очень активно мы провели кампанию по Году кино на территории. Я думаю, что действительно огромная работа, которая проделана, должна, по крайней мере, хотя бы в среднесрочной уже перспективе принести свои плоды. Наш район станет действительно не только местом проживания многих выдающихся наших кинодеятелей, но и местом их рождения, местом, где они родились, выросли и стали великими режиссерами. Андрей Робертович, у нас подошло время блока анонсов наших программ, которые мы традиционно ставим во второй половине нашего эфира. Я предлагаю прерваться буквально на несколько минут, а потом продолжим наше общение. Ну что ж, Андрей Робертович, продолжить хочу опять же спортивной темой. У нас в этом году зима, мы уже об этом говорили, раньше обычного началась, и у нас действительно очень многие спортивные события концентрируются вокруг нашей лыжероллерной трассы, нашего парка отдыха спортивного имени Ларисы Лазутиной. 17 декабря было официальное открытие лыжного сезона, неофициальное прошло намного, намного раньше, но тем не менее, вот когда официальное открытие было, сотни и сотни лыжников вышли на старт, это только за официально зарегистрированные, неофициально, там уже больше тысячи в этот день пришло. Ну, вообще, похоже, трассу ждет очень насыщенный сезон, вы уже в нескольких словах об этом говорили, но если можно, теперь еще к этому вопросу поподробнее. Действительно, сезон в этом году из-за погодных условий начался раньше, и большое количество лыжников, как вы говорите, любителей этого вида спорта, ждали официальное открытие, поэтому вместо предполагаемых нами 500 человек участвовало полторы тысячи. Это все те люди, которые вот с нетерпением ждали официального открытия сезона. После этого, буквально в прошедшие выходные, была новогодняя лыжня, также несколько сотен человек участвовало, причем от Мала до Велика, и даже еще с других районов Подмосковья. Я уже не говорю о жителях Москвы, которые каждый день в нашем парке катаются, получают удовольствие. Для того, чтобы всем было комфортно, любителям и профессионалам, мы создали несколько трасс и маленьких, и больших, и сложных, и попроще, чтобы каждый смог найти себе по силам, так скажем, дистанцию, по силам лыжню. Также мы прокатали еще одну лыжню, параллельно, которая идет для тех, кто чуть быстрее катается и в лучшей физической форме. Поэтому парк, как я уже сказал, становится местром притяжения для тех, кто любит спорт, любит здоровый образ жизни. Будут еще масса стартов, забегов, мы каждую неделю что-то проводим, то есть нет ни одной недели без таких вот больших событий, масс-стартов. И просим, я бы даже сказал, министерство спорта и все организации, которые занимаются вот такими стартами на других площадках, просим активнее использовать возможности парка. Поэтому в этой части мы с каждым днем, с каждой неделей и месяцем будем набирать и набирать. Условия после реконструкции у нас для этого есть. У нас есть современная техника, у нас есть профессиональные работники, которые готовят все эти мероприятия, события. Мы смонтировали сцену, у нас есть уже очень приличная точка общепита, где, собственно, можно попить кофе, скушать пиццу, посидеть вместе с детьми, провести какое-то свободное время после, допустим, забега или в паузе между тренировками. Поэтому наш парк становится вот таким центром притяжения зимних видов спорта, как собственный Одинцовский район. Мы с каждым годом набираем все больше и больше веса в зимних видах спорта. Ну, мне подсказывают, что у нас приближается к двум сотням количество поступивших звонков в Кулцентр. Ну, и я предлагаю сейчас один-два звонка вывести в эфир, поскольку у нас сейчас перерыв между моими вопросами послушателей и зрителей. Здравствуйте. представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос главе, вы в эфире. Алексей зовут. У меня вот такой вопросик. Я предприниматель, вот, я не успел подготовить необходимый пакет документов, да, для участия в конкурсе в конкурсе на право размещения местно-старно-торговых объектов на территории района. А планируют ли дополнительный этап для подачи заявок? Алексей, спасибо за вопрос. Спасибо. Действительно, в этом году мы проводили конкурсные процедуры, они шли с 16 ноября, уже 8 этапов прошло, и мы 293 лота проторговали. Но, тем не менее, есть еще возможность поучаствовать в этих местах для размещения стационарных объектов торговли. У нас с 23 декабря открылся новый конкурс, заявки будут приниматься до 12 января, поэтому можно Алексею спокойно участвовать в этих ближайших конкурсах, которые будут происходить. В целом, хочу сказать, что эта работа была проведена с очень жесткими требованиями и нормативами. Теперь все те победители, которые у нас на 5 лет приобрели это право по размещению нестационарного объекта, должны будут изменить обязательно внешний вид, само внутреннее содержание. Теперь жесткое обязательство и требование о контроле за чистотой и благоустройством территории вокруг объекта. Теперь никакого мусора, это также ответственность тех, кто, собственно, выиграл эти конкурсные процедуры. Работники, которые будут торговать в этих объектах, тоже должны быть правильно оформлены со всеми нюансами и условиями трудового кодекса и так далее, и так далее. Очень жесткие требования, которым должны соответствовать все предприниматели, которые приходят в Одинцовский район именно на объекты нестационарной торговли. Хочу сказать, что большинство конкурсов победили те, кто уже участвовал в этой торговле на этих же местах и согласились с новыми требованиями. То есть мы когда вводим такие жесткие нормативы, мы не рушим существующий бизнес. Мы призываем всех предпринимателей соответствовать новым требованиям и по внешнему виду, и по всем остальным параметрам требованиям Одинцовского района и Подмосковья в целом. Никакого Шанхая, никаких палаток, вот этих бараков, которые были, из которых велась торговля. Всему этому мы положили конец, и это уже перевернутая страница в нашей истории. Этого уже не будет никогда в Одинцовском районе. Поэтому все, кто победил, я хочу сказать славу и благодарности, что согласились остаться и работать на территории. Кто еще подает заявки, в том числе Алексей, пожалуйста, мы всех ждем, рады содействовать и помогать в дальнейшем в работе, если Алексей победит в каком-то из конкурсов. Но тут вот конкурс, который 23 декабря объявлен, это не последний вагон выходящего поезда, а хотя бы, может быть, предпоследний, предпредпоследний, или это последний уже конкурс? Ну, это конкурс, который сейчас объявлен, в который можно заявиться. Все, что будет в дальнейшем, мы заранее будем, собственно, извещать через средства массовой информации. Эту информацию, кстати, можно получить и на сайте нашей администрации. В любом публичном доступе мы ее максимально запубличили. Она прозрачная, нет никаких подковерных игр, никто там никого не заводит. И я думаю, те предприниматели, которые сейчас уже победили в конкурсах, они прекрасно это ощутили, они это знают и могут, соответственно, транслировать всем тем, кто еще будет приходить в дальнейшем для участия в этих процедурах. У нас есть еще один телефонный звонок, сходу давайте уже и на него ответим. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос главе района. Здравствуйте, Андрей Рубертович, меня зовут Евгения, хотелось бы поздравить вас с Ньюс, с наступающим Новым годом и в связи с такой новогодней темой задать вопрос. К сожалению, очень мало информации о том, какие будут мероприятия проводиться в новогодние праздники. Вы бы не могли более подробно рассказать, что нас ждет и куда можно сходить с семьей с детьми и провести хорошо и веселое время? Спасибо. Спасибо, Евгения. Спасибо, Евгения. Про парк спорта и отдыха мы уже проговорили, практически каждый день наших жителей там ждут мероприятия. У парка есть свой сайт, также мы буквально после эфира я продублирую поручение, мы всю информацию вывесим на нашем сайте администрации Одинцовского района и в Одинцовской неделе также напечатаем все события, которые будут у нас на территории района. Из знаковых, я хочу сказать, что в этом году мы проводим три елки для наших детей, муниципальные елки, елки главы, которые будут происходить в нашем волейбольном центре. И к этим трем елкам еще добавляем одну елку специально для детей с ограниченными возможностями. Это вот четыре елки, через которые пройдет пять с половиной тысяч детей. Все получат прекрасное представление, подарки, соответствующие новогодние в стиле Одинцовского района и по качеству, и по размеру. И проведут прекрасное время в нашем волейбольном центре. Уверенные родители и дети будут счастливы и от представления, потому что представление в этом году так же, как и в прошлом, делает наша Наталья Бондарева, известная артистка, заслуженная артистка. Мы такого рода мероприятия доверяем именно нашему театру Наталье Бондаревой и самой Наталье. Поэтому все будет очень качественно и зрелищно. Что касается новогодней самой ночи, то традиционно у нас будет на центральной площади концерт, дискотека, салют, всевозможные праздничные представления, мероприятия. Тоже всех приглашаю на центральную площадь традиционно. Думаю, что все прекрасно проведут то же время. Что касается гуляний на открытом воздухе, то в каждом поселении будут проводиться такие массовые гуляния. Еще раз хочу сказать, что информацию по месту проведения, по наполнению, по насыщенности этих мероприятий и дальнейшем и дальнейших мероприятий в течение всех каникул мы разместим в средствах массоинформации. Поручения я сегодня обязательно дам. И те, кто, как вот Евгений, еще не в курсе о том, что будет происходить на территории района, обязательно это узнают из сайта, из печатных, из газеты Одинцовской недели. Ну и что ж, хотелось бы еще раз вернуться к Заречию. Заречие нам в декабре принесло еще одно очень важное событие. там открылась школа фигурного катания заслуженного мастера спорта олимпийской чемпионки Ирины Слуцкой. Я хотел бы и вам, и нашим телезрителям напомнить еще раз, как происходило это событие, а потом попросил бы вас прокомментировать то, что там произошло. Торжественное открытие детской, юношеской спортивной школы фигурного катания Ирины Слуцкой прошло в Заречье. Студия известной российской фигуристки уже третья по счету. Заниматься в ней предстоит детям от 4 до 13 лет. Вместе с главой района в церемонии принимали участие представители Московского областного правительства и МОЗ Облдумы. Отличительная особенность проекта в индивидуальном подходе к тренировке каждого спортсмена. Уже сегодня на занятия записано более ста детей. В перспективе на базе студии возможно создание областного детского ледового театра. Вот Андрей Робертович, честно говоря, посмотрел на эту прекрасную ледовую площадку и подумал, что у нас монополии ледового нашего Одинцовского уже конец приходит. У нас появляются альтернативные такие замечательные площадки по ним. Вы знаете, я уже сегодня говорил, что Одинцовский район становится центром зимних видов спорта. И то, что у нас есть профессиональная лыжероллерная трасса и такой спортивный парк, о котором мы много уже сегодня говорили, Лариса Лазутин. У нас прекрасная школа фигурного катания и школа хоккея в городе Одинцово, которую мы полтора года назад запустили, и сейчас активно наши детишки там обучаются. уже порядка 650 детей, если мне не изменяет память. В этом году мы закончили конструкцию школы в Заречи, и там в проекте присутствовала ледовая арена для керлинга, которую под сам керлинг мы не знали, как задействовать, потому что этот вид спорта, он пока еще в нашем районе не так активно развивается. И предложили Ирине Слуцкой разместить одну из своих школ как раз на этой площадке. Ирина согласилась, и вот в ролике мы видели само открытие школы Ирины, которая активно принимает сама личное участие и в подготовительной программе, и в также общается и с родителями, и с детьми, и является таким играющим тренером, что очень важно. Да и вообще за зимним видом спорта у нас в районе стоят легендарные спортсмены. Лыжероллерная трасса Лариса Евгеньевна, олимпийская чемпионка, пятикратная олимпийская чемпионка, также принимает активное участие. Ледовый наш дворец Виктор Тихонов, но, к сожалению, он уже ушел из жизни, но, тем не менее, тоже была четкая, жесткая привязка к такому выдающемуся спортсмену. Школа, о которой мы говорим в Зарече, Ирина Слуцкая, она не олимпийская чемпионка, она призер двух олимпиад и пятикратная чемпионка Европы. Тоже звезда, заслуженный мастер спорта и тоже принимает активное участие. И это, на самом деле, очень важно. Можно открывать школы по различным видам спорта, давать хорошую методику, обучать, сильно формировать правильный состав тренерский, но очень важно, когда вот у нас такие звезды стоят за каждой школой, тем самым мы привлекаем внимание и занимаемся популяризацией конкретного вида спорта. Дети видят прославленных спортсменов, очень хотят вместе с ними покататься на лыжах, на коньках, поиграть в хоккей, соприкоснуться к легендам, и это добавляет им потом активности и желания выйти на какой-то уже профессиональный вид подготовки, потому что перед ними живая легенда, и они ее трогают, видят, смотрят, как все это в принципе через свой труд, желания и мозоли, пот, кровь достигается и получаются вот такие выдающиеся результаты, поэтому считаю, что мы здесь тоже очень правильно развиваемся и гармонично. Нет никакой монополии, да ее в принципе быть не может, здесь муниципальные услуги, мы даем ее бесплатно для наших детей, все те, кто могут себе позволить дополнительно платить за занятия фигурным катанием, они все, конечно, пойдут на вот такие подкатки или на уже системные занятия в школу, которая в Заречье. В ролике прозвучало, что 100 детей на самом деле уже 120, причем дети будут заниматься в школе по четырем направлениям, это начальная подготовка, это такая здоровительная подготовка, это уже сами спортивные юношеские школы, профессиональная подготовка, и уникальная есть позиция, как детский театр на льду. Это, чтобы было понятно, все наши шоу, которые происходят по первому каналу, по больших дворцах, в Олимпийском, на ВТБ-арене, там, где уже театрализированное шоу, щелкунчик это или какое-то другое представление, вот это особая подготовка, и этим как раз активно занимается команда с Ириной Слуцкой. У нас Ирина депутат Московской областной думы, у нас очень хорошие дружеские отношения, и я хочу еще раз подчеркнуть, что она сама занимается и подготовкой, и отбором селекции тренерского состава, и общается с родителями, и сама смотрит на детей, и это очень важно. У нас есть еще один телефонный звонок, Андрей Рубертович, предлагаю ответить. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, добрый вечер, меня зовут Андрей, у меня следующий характер, вопрос, планируется ли строительство пристройки к 14-й гимназии в городе Одинцово? Да, Андрей, добрый вечер, спасибо за вопрос, он тоже уже стал традиционным, звучал несколько раз, мы попали в программу в Московской области, и действительно эта пристройка планируется, сейчас верстаются собственно окончательные строчки в бюджете Московской области в том числе, я имею в виду с точки зрения корректировки, потому что не все программы попали вот в основной бюджет, как только мы выйдем на эту позицию, думаю, что это произойдет январь-февраль следующего года, откорректируем все свои показатели, потому что необходимо будет и нам найти софинансирование, появится четкий срок, когда мы выйдем на строительство и когда мы закончим, но пристройка 14-й гимназии это тема, которая регулярно обсуждается нами на уровне правительства, об этом знает министр образования Марина Борисовна Захарова, мы обосновали и доказали необходимость строительства и помощи нам в этом вопросе. Я думаю, что может быть имеет смысл вернуться в феврале, когда уже какая-то ясность будет к этому вопросу. Как только будет ясность, я сам в прямом эфире выйду на эту тему и сам расскажу нашим телезрителям и в целом и жителям района о том, что мы уже достигли конкретных параметров и готовы двигаться с точки зрения строительства. Андрей Робертович, ну и вот хотелось бы еще спросить о такой точке притяжения в нашем районе, которая появилась. Это парк Патриот не проходит и месяца, чтобы там не произошло какое-то одно-два то и более ярких событий. Вот в декабре там проходил Координационный совет ветеранов и хотелось бы, чтобы вы поделились своими впечатлениями от общения с ветеранами, от принятых там каких-то решений. Что на выходе? Ну, во-первых, Парк Патриот. Это уникальный парк. Он уже не только парк Ницовского района, Подмосковья, Россия. Это уже парк с мировым именем. И по количеству делегаций иностранных, которые там бывают, это можно однозначно заявить и дальше будет еще только больше. Парк развивается. Мы очень часто там бываем и с точки зрения выставочных комплексов, с точки зрения строительства новых объектов. В ближайшем будущем там будет активно происходить всевозможные реконструкции масштабные, привязанные к нашим сражениям, Великой Отечественной войны, 1812 года и так далее, и так далее. Под это готовится большая площадка. Мы действительно были в парке вместе с нашими ветеранами. была запланирована встреча. Я предложил ее перенести из здания администрации в парк Патриот. Есть там уникальное тоже место под названием партизанская деревня, полностью установленная партизанская деревня с землянками, блиндажами, с домом офицеров или домом, так скажем, для совещаний в период каких-то боевых действий. Именно там мы встретились с нашими ветеранами и средствами массовой информации, провели координационный совет, дали возможность всем руководителям наших патриотических организаций, ветеранских организаций выступить, рассказать о достижениях, рассказать о нашем взаимодействии, о том, какая и где нужна еще конкретная помощь, и попытались встать планы на будущее, на следующий уже 2017 год. Обсудили 75 лет с момента контрнаступления, о том, как мы в течение года собственно проводили соответствующие мероприятия патриотической направленности от начала года 9 мая, 22 июня, декабрьский, там 5 декабря, когда было само контрнаступление. Обсудили какой был масштаб самих мероприятий, сколько человек мы смогли охватить, ну и так далее, и так далее. И собственно та помощь, которая нами оказывается. Наши палаты, которые мы сделали к 9 мая в Верхушковской больнице, все это подлежало и анализу, и оценке, и собственно выработке каких-то дальнейших наших шагов. В том числе по палатам мы уже запланировали на следующий год достраивать такие палаты в других наших лечебных заведениях. Считаю, что было выбрано правильное место, правильный формат, мы очень тепло все обсудили, пообщались, да и всегда в целом встреча на такие темы и общение с ветеранскими организациями это особый климат, особые слова, особое отношение ко всему, что говорят эти люди. Как ты это все через себя проносишь через сердце, потому что, наверное, у каждого из нас в семьях были люди, наши деды, прадеды, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и кто-то погиб, кто-то прошел всю войну, но это с нами на таком, я скажу, на генном уровне, мы это очень переживаем и стараемся соучаствовать в каждой проблеме, в каждой сложности, которая возникает. Координационный совет прошел успешно, я думаю, представители совета и все, кто там участвовал, все довольны. Мы считаем, что этот год мы прошли на хорошем уровне и по количеству мероприятий, и по той помощи, которую мы оказываем ветеранам, по той посильной нам помощи. В следующем году будем, я думаю, в ряде моментов даже увеличивать и поддержку, и помощь. Ну, и вот хотелось бы следующий вопрос спрятаться за нашего телезрителя, потому что я бы сам его никогда, наверное, не решился задать. Вопрос касается, достаточно личный вопрос. С кем и как Андрей Робертович собирается встречать Новый год? Степанида задала этот вопрос. Вот, Андрей Робертович. Такое ощущение, что кто-то звонил из моей семьи. Ну, не знаю. Спрятавшись за телезрителя. Да, Новый год это теплый семейный праздник. Я сегодня уже об этом говорил, о том, как наряжают в семьях елку, поэтому я традиционно буду справлять Новый год дома, с семьей, с детьми, с родителями. Все, приедут родственники. Мы это делаем каждый год. я специально никуда не уезжаю, не планирую. И этот Новый год будет такой же. Проведем 2016 и в такой теплой семейной обстановке встретим 2017 год. Будет масса позитивных эмоций, каких-то капустников домашних и радости и счастья. Ну и теперь опять же возвращаясь к окончанию 2016 года, традиционно официальные итоги года подводятся в феврале месяце следующего года. Ну и все-таки хотелось бы и телезрителям было бы интересно, чтобы вы поделились своими личными впечатлениями от этого года. 2016 год високосный, год непростой, чего там уж говорить. Сейчас мы подвели итоги декабря, а теперь личное впечатление о целом годе. Какие самые яркие события, что запомнилось, что вы с собой понесете в памяти дальше об этом годе? Да, Петр, год был непростой, сложный. Мы получили большое количество вызовов, на которые необходимо было оперативно отвечать достойно, адекватно тем событиям, которые происходили. Также подтверждаю, что все это будет в отчете, в ежегодном отчете главы перед населением. Это будет начало февраля, где я постараюсь за час рассказать о всех тех достижениях, которые были в течение 2016 года. Если коротко, наверное, хотелось бы остановиться на следующем. Буквально на днях был высший совет, который проводил губернатор Подмосковья Андрей Иванович Воробьев, где подводились итоги среди муниципалитетов Московской области. У нас очень значительная положительная динамика. Каждый муниципалитет рейтингуется по 56 показателям. И динамика у нас следующая. В 2014 году мы были на 48 позиции по Московской области. В 2015 году мы стали 36 и 2016 год мы на 14 позиции. Потенциал у нас есть. Мы готовы и дальше улучшать свои показатели. уверен, что в следующем году, в 2017 мы поднимемся еще выше. Готовы работать не на процесс, а на результат, чем занимаемся каждый день, невзирая ни на какие графики, время рабочего дня. Работаем и по субботам, иногда и в воскресенье. Поэтому с таким настроем, настроем моей команды, потому что этот успех и динамика это, конечно, успех мой не личный, это успех команды всего Одинцовского района, мы и дальше будем трудиться на благо наших жителей. Что касается заметных событий, конечно, и сегодня я уже об этом говорил, мы смогли свернуть с мертвой точки наши проблемные объекты, западные ворота и гусарскую балладу. Мы активно строим детские садики, и вопрос с очередностью также успешно решается, и здесь мы показываем очень хорошую динамику уже по 20 детских садов за два года. Огромное количество детских садиков, и это, конечно, позволяет нам держать вот сейчас это равновесие и отсутствие дефицита, то есть в возрасте от 3 до 7 лет у нас в очередь так и продолжает быть на нулевой позиции, как и было в указах президента. Что касается социальной сферы, это поддержка детей-сирот, это поддержка детей с ограниченными возможностями, это доступная среда, это система образования, которая у нас самые крупные успехи в системе образования. Мы там везде в лидирующих позициях по внутренним рейтингам. Это культура, это спорт, это количество самих мероприятий, которые мы проводим. Все это медицина, привлечение медицинских работников в учреждения, диспансеризация, вакцинация, это все под общим большим названием социальный блок, социальная сфера. Здесь мы тоже получили звание прорыв в социальной сфере Московской области. Дальше нам вручил губернатор награду, где мы показали успехи в финансовом блоке, в эффективном управлении финансов. Тоже губернатор вручил нам соответствующую награду. Если касаться системы 112, то мы лучшие не только в Подмосковье, но и в Центральном Федеральном округе. Мы занимаем везде первые позиции. Наш многофункциональный центр. Лучшие в Подмосковье победили конкурс на территории области. Сейчас заявились на конкурс общероссийский. Тоже считаю, что у нас большие шансы быть в лидерах. Потому что то, что мы делаем в нашем МФЦ, то, как мы занимаемся с нашими жителями, количество окон, время ожидания, то, что мы первые открыли необходимое помещение для работы с бизнес-сообществом и помогаем нашим предпринимателям оформлять документы. То, что у нас есть комната матери-ребенка, большие площади, удобно и комфортно для наших жителей. Все это позволяет МФЦ, конечно, занимать лидерующие позиции не только на территории субъекта, но и, конечно, на федеральном уровне. Большое количество на самом деле достижений и сегодня мы уже с вами говорили о той работе, которая проводится и с точки зрения парковых зон, и Трехгорка, и, собственно, и парк имени Ларисы Лазутиной. Также считаю, что мы показали значительные успехи по проблеме многодетных семей. Порядка 300 участков мы выделяем в год для наших многодетных. Никогда не было в Одинцовском районе этой работы, до нас вообще никто не выделял земельные участки, а мы в следующем году планируем выдать не меньше, а даже, скорее всего, больше. Уже определенные массивы мы зарезервировали, поэтому в этой части мы тоже показываем лидирующие позиции по этому вопросу. Что касается сельхозземель, что касается вовлечения объектов в налоговый оборот. Тоже мы как пилотные площадки для всей Московской области мы что называется впереди планеты всей. Много позиций. Хочу сказать, что на это уйдет как минимум час, когда я буду докладывать на отчете перед жителями. В этом году мы действительно запустили наш полноценный филиал МГИМО одного из лучших мировых вузов и теперь наши студенты, наши жители могут спокойно обучаться здесь в МГИМО на территории Одинцовского района. Поэтому вот наверное путепровод не могу не сказать о том, что у нас здесь прорыв, я бы сказал, прорыв десятилетия. Мы все жители видели, как начиналось строительство в 2010 году, а задумывалось о том, чтобы построить путепровод ко второму заводу еще в советские времена. Итого приступили в 2006, потом в 2010 году остановились, и вот в 2016 год мы опять начали строительство путепровода к 8 микрорайону и в следующем году его закончим. Тоже масштабный инфраструктурный проект, который тоже для нас, я считаю, прорыв, прорыв и для города, и для района в целом. Я считаю, что одно, наверное, действительно из основания этого успеха, это эффективное управление муниципальными финансами, что тоже отмечалось на уровне области, причем отмечалось очень большим таким призом, званием прорыв года. опять же. Да, вы знаете, это не только приз, это не только подтверждение наших успехов в финансовом блоке, причем уже не первый год мы подтверждаем звание лучших, это еще и определенная денежная помощь Анецовскому району, и за этим призом стоят 50 миллионов, которые Московская область перечислит бюджет Анецовского района, и мы их пустим на наши все социальные объекты, социальные нужды. Конечно, все зависит от людей, которые в этот непростой кризисный год эффективно управляют финансами. Здесь мои славы и благодарности Раисе Алексеевне Нашкиной, которая возглавляет наше финансово-наночейское управление, и Людмила Владимировна Тарасовой, это люди, которые держат практически все финансы районов своих женских, но очень жестких руках. В общем, вы так все бонусы за то, что сделано в 2016 году отдали своим подчиненным, и такое ощущение, что ваших личных заслуг в этом нет. Ну, понятно, что есть команда, но есть же и лидер у команды. У каждой команды. Насколько очень тяжело управлять таким, наверняка, сложным, непростым коллективом и с точки зрения профессиональной, и с точки зрения человеческой, чисто. У каждой команды, безусловно, есть свой лидер, я таковым являюсь не стесняюсь об этом говорить, все успехи, которые завоевывает район на уровне области или Российской Федерации, это все успехи команды. Да, есть локомотив, я не даю никому расслабиться, мы действительно работаем не на процесс, я уже об этом говорил, а только на результат. У нас нет никакого нормирования по количеству часов, которые мы проводим на работе. Каждый вопрос, каждая проблема обычно обсуждается в командном режиме, мы применяем проектный подход ко всем волевым точкам, и стараемся вместе находить какие-то компромиссные решения, или находить и создавать ту дорожную карту, по которой будем дальше двигаться. Только в наше время только командная работа, командная игра дает результат. и конечно только сверхусильная. Настолько сейчас нелинейные проблемы, настолько все сложнее становится с каждым годом, и труднее находить выход из запутанных ситуаций, поэтому принципы работы только командные. Нужен всегда, практически в каждом вопросе нужен мозговой штурм. Поэтому у меня есть эффективная профессиональная команда соратников, и мы и дальше будем решать те еще оставшиеся вопросы и проблемы в Одинцовском районе. И обманутые дольщики, и изумрудная долина, и высокие жаворонки, и там, где у нас еще пока до сих пор есть вторая смена, и проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, ржавая вода в трубах. Я могу перечислять эти проблемы долго, долго и долго. Все они нам известны. Хочу сказать, что ни с одной проблемой наши жители один на один не остаются. Мы в каждой проблеме принимаем участие и никого не бросим. Будем мы дальше заниматься решением этих проблем. У нас на это есть силы, желания и определенные возможности. Нет, еще раз хочу сказать словами президента, нет таких проблем, и нет таких институтов или людей, которые бы создавали нам проблемы, которые не по силам российскому государству, президенту, губернатору и администрации Одинцовского района. На все просто нужно время, дополнительные ресурсы, мозговой штурм и все получится обязательно. Андрей Робертович, ну и перед тем, как выйти из эфира, я прошу вас поздравить жителей Одинцовского. Мы продолжаем. Я думаю, что наши два часа подошли к концу, если вы хотите, я могу еще много вопросов назадавать, но я думаю, что уже надо передать эфир другим людям. Как скажете, Андрей Робертович, продолжаем? Да, вы знаете, я думаю, что два часа в этот раз все же достаточно. Дело в том, что эфир в этот раз, в этом месяце попал на последние числа перед Новым годом. Все, безусловно, заняты перед новогодними хлопотами и подготовкой, и нужной подготовкой самих праздников. Нужно всех поздравить, уделить внимание своим коллегам на работе. У кого-то идут скромные, но корпоративы, все общаются в коллективах, кто-то приходит домой и пытается уделить внимание своим близким, родственникам. Все-таки такое, как мне кажется, при всей сложности 2016 года, и то, что он был високостным, все-таки у всех уже предпраздничное настроение, и давайте не будем людям, соответственно, его чем-то портить или загружать его прямым эфиром. Поэтому сегодня ограничимся двумя часами, но все, что мы будем делать в январе, феврале и в следующем году, я готов увеличивать количество времени и отвечать на те вопросы, которые беспокоят наших жителей. Уверен, что вопросов большое количество, и здесь мы можем ни в один регламент с вами не уложиться. У нас работает эффективный колл-центр, вся моя команда потом отрабатывает все поручения, поэтому мы уже как-то это говорили нашим жителям, телезрителям, что ни один вопрос не останется без ответа. Ну и все-таки несколько слов именно новогодних. Андрей Робертович, поздравления с Новым годом телезрителям. Да, я, конечно, присоединяюсь ко всему тому, что уже было сегодня сказано с точки зрения новогодних праздников. Хочу пожелать всем нашим телезрителям, жителям Одинцовского района провести новогодние праздники в кругу близких людей, в семье, с родственниками, с друзьями, с теми людьми, которые окружают вас по жизни, которые дают вам только положительные эмоции и заряд энергетики, чтобы все праздники у вас прошли именно в таком ключе, и вы пришли в январе 9-го числа на рабочие места, полные оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, радости и счастья. Я хочу всех поздравить с наступающими праздниками, с новым 2017-м годом и с Рождеством Христовым. всем большого количества добра, радости, любви, счастья, оптимизма и благополучия. Ну что ж, я как житель Одинцовского района благодарю вас тоже за это поздравление, поскольку оно и мне в частности было адресовано, и с вашего разрешения вместе с коллективом телерадиокомпании Одинцова мы к вашим замечательным словам присоединяемся и тоже поздравляем наших телезрителей с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Спасибо. Уважаемые телезрители, программа «Главная тема» сегодня прощается с вами. До встречи теперь уже в новом 2017-м году. Мы, как обычно, ждем ваших звонков с вопросами и с информацией об исполнении поручений главы района. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова